Приветствую вас, давайте мы с вами разберем то, что вы написали, да, и попробуем выработать какие-то критерии того, что вам можно будет делать дальше. Итак, ясновидящая сказала жене, что будем жить для вида. У вас проблемы в браке? Или как? Почему ясновидящая говорит вашей жене о том, как вы будете жить? Понимаете? То есть, не кажется ли вам это странным? Как минимум. Что у вас за проблемы в семье между вами? Дальше. Жена в детстве, её мама полгода, папа, одиннадцать лет бросили. Закрылась. То есть, вы хотите сказать, что после того, как ясновидящая сказала ей о том, что вы будете жить для вида, она закрылась. То есть, поверила, ясновидящая. А вы пытались как-то ситуацию, ну, поправить? Пытались ли вы переубедить свою жену в том, что это не так? То есть, делали ли вы, грубо говоря, что-то, чтобы она верила вам, а не, вот, собственно, ясновидящей? Дальше. Вы пишите, что она психологически подавляла вам. Не то, чтобы я её оправдываю, но как может женщина, именно женщина, да, подавить мужчину психологически? То есть, вы хотите мне сказать, что вас, вас, женщина, способна подавить психологически? А как проявлялась у вас по давлению, ну, психологическое давление, как проявлялась у вас именно? То есть, ведь она закрылась, ей плохо. Так в чём же вам давление было? На вас в чём давление было, если она закрылась? Согласитесь, вот здесь не самый понятный момент. Далее вы говорите, сегодня я поднял на неё руку. И что? Зачем? Вы подняли на неё руку? Чего вы хотели? Чего ожидали от неё? Ну, вы подняли руку, она подаёт на развод. Вы считаете, что это неправильно, что она подаёт на развод? Вы считаете, что так не должно быть? Или как? Понимаете, прежде чем говорить о том, что делать вам, надо бы понять, по какой причине вы, значит, ну вот, подняли руку на неё? По какой причине вы это сделали? То есть вам нужно обрести гармонию в себе, в самом, и уже потом вы сможете адекватно проявлять себя по отношению к своей жене, вот. Извиниться перед ней, объяснить ей, почему вы это сделали, признаться, что вы были не правы, пообещать, что больше никогда такого не повторится, вот. И обязательно поработать с психологом для того, чтобы подобные вещи действительно больше не повторились, вот. если вы любите свою жену. Опять же, вы задаёте вопрос, что делать, да? Тут важно понять, важно понять, что делать, чтобы что. если вы хотите вернуть жену, это одно, если вы какой-то другой вопрос задаёте, то это другое. то есть вы определитесь сами со своей целью, что вы хотите, что вам нужно, понимаете? Вот. Ибо пока, на данный момент, непонятно, что вы хотите именно, понимаете? Вот. Ну, если определите для себя, что вы хотите, то вам можно будет помочь. Вот. Опять же, вопрос заключается в том, готовы ли вы работать над собой. Потому что, если нет, например, да, например, если вы не готовы работать над собой, если вы считаете, что жена вовсе виновата, то тогда, следуя вашей логике, именно она жена, ну, должна обратиться за помощью к специалистам, например, к тем же психологам, да? Вот. А она этого, соответственно, делать не будет, скорее всего, да? Ну, потому что для неё всё понятно. Вот. Ну, то есть, тут вот такая история, что, чего хотите вы и чего хочет она. Мне кажется, что это вот очень важные моменты для, ну, для вас. Если вы хотите действительно разобраться, значит, с ситуацией. Вот. Ну и точно необходимо понять, что насилие, это ни в коем случае не выход из ситуации. Вот. На этом всё. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился, если вы хотите реально решить проблему, то вам нужно поработать с психологом и получить несколько, хотя бы, консультаций, чтобы иметь представление о себе, о своих чувствах и о том, как это работает. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.